Итак, всем добрый день или вечер уже. Рад приветствовать вас в Центре компьютерного обучения «Специалист». Меня зовут Иванов Валерий. Мы с вами будем рассматривать сегодня резерв по сомнительным долгам в налоговом учете. И в бухгалтерском, скажем, и в налоговом, потому что важно понимать вообще о таком понятии, как сомнительные долги и резерв. Подробнее обо мне можете прочитать на сайте специалист.ру в разделе «Преподаватели» или на YouTube есть «Специалист ТВ». Там есть краткие видеоролики различных тем. На прошлом занятии мы рассматривали, как переносить убыток прошлых лет на следующий год. А сейчас мы рассмотрим, как учитываются резервы по сомнительным долгам. Значит, напомню, что у нас лучший Центр компьютерного обучения «Специалист». Вы можете по итогам курсов получить свидетельство, сертификат, удостоверение и диплом о повышении квалификации, профессиональной подготовки, в зависимости от того, какую цель преследуете. И, конечно же, набор знаний, чтобы можно было смело ввести бухгалтерский налоговый учет в компанию. Значит, с чего начнем? Начнем с того, что… Начнем с того, что сомнительный долг – это… То есть, что считать сомнительным долгом? Значит, глобально, под сомнительным долгом… Дарья, у вас какие ассоциации? Слово «долг» вы как понимаете? Долг, который должна быть другая организация, должна быть другая организация. Получили товар, но не платили. То есть, смотрите, здесь не каждый долг будет являться сомнительным, а именно он связан с реализацией товаров, работ, услуг. То есть, сомнительный долг всегда связан с реализацией товаров, работ, услуг. Не погашен в срок… Смотрите, если просто связан с товаровыми, работ, услугами, он не факт, что сомнительный. А если он не погашен в срок, то это сомнительный долг, потому что он… Венера, не погашен в срок – это что означает? Просрочен? То есть, просрочен, да? Давайте подробнее разберем этот момент. Просрочен – с какой даты начинается просрочка? Просрочка, когда он взял в договоре. То есть, в договоре есть срок. Ну, например, договор от 13 апреля прописывает, что мы обязаны поставить до 1 мая поставка, а поставщик обязуется оплатить в течение 10 дней после подписания накладной. Внимание! Мы отгрузили 10 апреля. Когда будет считаться просроченным долг? Мы 10 апреля отгрузили покупателям товары. Они подписали нам накладные, что приняли товары к себе на склад. То есть, смотрите, договор. Венеру смутил договор с 13 апреля. Ничего страшного. Гражданский кодекс не запрещает договор датой позже, если события уже текли и имели место быть. То есть, иногда в договоре прописывают, что договор подписали 13 апреля, а правоотношения возникли с 1 февраля. Это не запрещено, поэтому это, может, вас смутило. Накладная была 10 апреля, договор позже. Конечно, на практике избегайте таких ситуаций. Но вдруг, если такое случилось, в договоре может быть прописано, что он распространяется и на случай раньше, чем этот договор. Это не критично. То есть, нужно просто внимательно составить договор. Так вот, 10 апреля мы отгрузили. После какой даты просрочка? Мы дали 10 дней отсрочку, по сути, после 20-го. Верно? И не важно, что мы должны были отгрузить до 1 мая. Мы же отгрузили раньше, значит, с момента подписания 10 дней. То есть, просрочен, это означает просрочен. Сомнительный долг связан с реализацией товаров, работы, услуг. Кто кому продает? Уточним в первом пункте. Кто кому продает? Мы продаем, правильно? То есть, еще раз, речь идет не о кредиторской задолженности. Мы продаем, то есть, дебиторская задолженность. Когда мы говорим о сомнительных долгах, мы пока просто пытаемся сами понять теорию, а потом требования законодателей. То есть, то, что я сейчас озвучиваю, это все перечислено в статье 266 Налогового кодекса Российской Федерации. То есть, по сути, мы сегодня говорим о 266 статье Налогового кодекса Российской Федерации. Если быть точнее, пункт 1. Пункт 1 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации гласит нам, что сомнительным долг является, если он связан с реализацией, не погашен срок, и если он ничем не обеспечен, а чем может быть обеспечен долг? Вот если вы в банк идете и просите 100 миллионов, будут ли банки просить обеспечение? В виде чего могут просить? Гарантии, закладные, какие-то вот дополнительные имущества. Это не справка. Смотрите, справка о зарплате не является обеспечением. А чем является? Доказательством того, что вы способны трудиться. То есть, не того, что вы сможете платить, а что вы теоретически способны трудиться. Правильно? Значит, получается, ну и не просто способны, а насколько способны. То есть, там размер дохода будет указан. Правильно? И если там размер дохода всего 20 тысяч, могут просить справку по форме банка, чтобы доказать, что вы еще больше способны. Потому что иногда работодатели официально платят 10 тысяч, 20 тысяч, а по факту начисляют в конвертах, еще выплачивают 100. Хорошо. И третий пункт, который вы должны записать у себя в шпаргалке. Ваш долг не обеспечен залогом, поручительством, гарантии. Потому что если есть гарантия по долгу, верно, что вам другой кто-то будет должен. И он не сомнительный, вы не переживаете, у вас есть вероятность того, что другой будет платить по этому долгу. Это три таких момента, которые вы должны себя отметить. Отметили? Пункт 1 статья 266 Налогового кодекса Российской Федерации. Поэтому считается сомнительным. Почему? Потому что нет гарантий, нет никаких закладных, ничем не обеспечен. Он уже просрочен. Верно, если бы мы договаривались с вами, Венера, 30 дней отсрочка, а я вам не заплатил через год, у вас какие мнения на этот счет? То есть сомнения закрались? Иногда бухгалтер скажет, вы что, я так хорошо знаю Валерий Георгиевич, он самый лучший, он заплатит. То есть может быть такое осуждение у бухгалтера? Да. Поэтому критерий важен, именно просрочен по условиям договора. Но в бухучете, мы сейчас будем смотреть уже другое. Как оценить? Сомнительный, хоть на один день уже просрочен. Но будут варианты, сколько дней, чтобы что-то делать. То есть, чтобы показывать расходы в налоговом учете или не показывать. Давайте скажем так, то, что мы написали, это пункт 1 статьи 266 налогового кодекса. Но это налоговый учет, те критерии, которые мы записали. А есть еще понятие бухгалтерский учет. Так вот, запишите такую мысль, что в бухгалтерском учете сомнительным считается долг, который соответствует всем критериям всем критерием для сомнительных долгов. В бухгалтерском учете сомнительным считается долг, который соответствует всем критериям для сомнительных долгов, запятая, закрепленных в учетной политике. Закрепленных в учетной политике по бухгалтерскому учету. Максим, если мы в учетной политике закрепили критерии, пока рак на горе не свистнет, долг не считать сомнительным. Я образно иронизирую, но верно ли, что бухгалтерский учет менее жесткий в этом плане и может вам разрешить придумать свои критерии? Например, критерий таков, пока по новостям или пока в бюллетне о ликвидации компании не сказано, что фирма ликвидирована в законодательном порядке, у нас еще питается надежда. Может быть? Или пока не истек срок исковой давности стандартный. Мы скажем и в бухгалтерском налоговом, если срок исковой давности истекает, мы имеем все основания признавать расходы, связанные с дебиторкой. Правильно? Три года обещанного ждут. Но три года после какого срока? После того, как стал просроченным. Может быть, в договоре прописана отсрочка семь лет. Ну и бывает такое. Налоговая может заинтересоваться, почему вы согласились. То есть, почему вы согласились. И могут сказать, может, вы в сговоре с ними специально, чтобы не платить налоги и обанкротиться. Но бывают всякие отношения. Мы же говорим, бухучет, это наука об отношениях, прежде всего. И кто разбирается в отношениях, кто-то разбирается во всем. Поэтому, запомним, критерии в налоговом кодексе четкие. Критерии в бухучете вы можете утвердить свои. А я могу прописать в учетной политике, что критерии точно такие же, как в налоговом учете. Могу их просто перечислить, сказать такие же. Могу. Поэтому, если хотите одинаковое суждение в бухгалтерском налоговом учете, то будет одинаково. А если не хочу, я хочу, чтобы учрители получали меньше дивидендов, тогда в бухучет еще сужаю критерии. И могу в бухучете прописать просрочка с одного дня, с первого дня просрочили, уже резервы формирую. Могу? В бухучете могу ли придумать свою философию и нормы списания, и времени. То есть, все могу. В бухучете вы утверждаете в учетной политике. А в налоговом учете мы сейчас посмотрим, как формируется резерв. То есть, в налоговом учете есть критерии. И критерии какие? Значит, если более 90 дней просрочки, просрочки, то есть, от какой даты считать? От 10 апреля или от 20-го 90 дней? От 20-го. Мы должны были проследить все сроки в договоре и от 20-го апреля отсчитать 90 дней. То есть, если 90 дней больше, чем 90 дней прошло, это 100% всего долга можно признать на расходы. Сейчас скажем, как отражать это в учете. А пока сколько? И если срок от 45 до 90, то 50% долга. Если срок менее 45, 0%. А Дарья, это право или это обязанность формировать резерв? Обязанность. Конечно, право. Но вы правду ответили, обязанность. Так вот, почему налоговый кодекс говорит право, а мы все обычные смертные считаем обязанность. Мы исходим из позиций компании, правильно? И если мы не сформируем резерв верно, что мы завысим величину налогов. А это преступление, я считаю, по отношению к фирме. Но есть бухгалтеры, которые говорят, вы что, нам налоговые запрещают формировать резервы. Они звонили по мобильному телефону и сказали, не хотите ли убрать ваши резервы с декларации? То есть уменьшить своим долгам. Не хотите ли не переносить убытки прошлых лет? Конечно, выгодно налоговой, чтобы мы ни один расход не показали, ни один убыток не перенесли. А что тогда будет? Максимум прибыли, максимум налог на прибыль, правильно? То есть вы все чувствуете, что мы желательно обязаны, но относительно позиции руководства компании и самой компании. но имеем право относительно налогового кодекса. Другими словами, кто не формирует резервы по сомнительным долгам, ничего не нарушает, пение, штрафы не начислят. Но налоговики все будут аплодировать стоя. Почему? Потому что меньше расходы, больше прибыль, больше налог на прибыль. Могу ли я взять и все сто процентов своей выручки, всей, которая есть дебиторки, вся дебиторка, не выручка, а вся дебиторка, могу ли взять всю свою дебиторку и списать? Да. Я считаю, что все сомнительные. Все не платят, я им позвонил и сказал, ни в коем случае не платите. И все мои дебиторы не платят. Что в этом случае? То есть мы прописали в договоре один день отсрочка, а они все не платят. Уже прошло 45 дней, я могу 50% всех долгов списать. А если три месяца прошло и усиленно не платят, то 100% всех долгов могу списать или не всех. Есть ограничение максимум, вы это заметили, 10% от без НДС, но и выручки. за отчетный период. А что означает от без НДС выручки? То есть нет-то выручки, верно? Потому что если мы продали на 590 миллионов, то НДС от 90 миллионов 18-18 и получится 500 миллионов без НДС. 10% от 500 миллионов сколько? от 500 50 то есть 50 миллионов максимум могу признать сомнительных долгов 50 миллионов максимум сомнительных долгов то есть еще раз 10% от 500 миллионов максимум 50 миллионов да это что означает что если с 10 апреля по 20 это прошел срок по договору то еще мы им даем последний шанс по налоговому кодексу 45 дней то есть если с 20 апреля пройдет 45 дней а давайте посчитаем когда они пройдут сегодня 20 апреля долг просрочен и начинаем отчет май 31 день 10 дней апреля 40 то есть на конец мая еще не просрочен 45 дней и уже в июне будет там уже порядка 70 дней или 60 но это больше чем 45 поэтому по итогам полугодия мы начислим только 50 процентов когда имеем право больше еще признать когда придет 90 дней то есть уже где-то в августе сентябре мы еще 50 до начислим а 10 такого нет мы говорим что 0 50 и 10 а справочно будем проверять 10 процентов от всей выручки мы же говорим от процентов долга может быть что у меня выручка 100 миллионов безнде сны а этот долг всего лишь 6 миллионов рублей 6 миллионов долг просрочен на срок 100 дней сколько имеем право если 100 дней то сколько процентов долга 100 процентов все 6 миллионов могу взять правильно но я проверяю критерий максимум 10 процентов от выручки то есть не больше 10 миллионов рублей 6 миллионов это больше или меньше чем 10 6 миллионов и 10 меньше то есть 6 миллионов это не больше чем 10 правильно а значит я все 6 миллионов формирую резерв как резерв формируется резерв формируется проводкой дебет еще раз резерв по сомнительным долгам обещанного 62 счет сколько ждем лет значит я не имею права трогать 62 счет с другой стороны я чувствую что это на глазах теряется дебиторка то есть дебиторка гасится по кредиту специального 63 счета а когда вы теряете ваши активы и веру в будущее это затраты или это расходы дарья оживилась думает мы потеряли веру это затраты или расходы уже нету веры в то что они заплатят это расходы расходы полный финиш и веры нет затраты созидательны а расходы деструктивны мы с вами на курсе теории бухучета подробно разбираем отличие затрат от расходов а сейчас просто констатируем факт это расходы и конечно же прочие то есть еще раз резерв формируется всегда как прочий расход кредит 63 прочий расход и кредит 63 счет но вы помните если у вас сумма 6 миллионов в бухучете а в налоговом выручка всего 10 миллионов рублей безнадесные если 10 миллионов выручка то сколько процентов могу взять 10 то есть 1 миллион то верно что нам придется вести параллельно бухгалтерский и налоговый учет в бухучете я покажу 6 миллионов а в налоговом учете всего 1 миллион что возникает ну разница есть или нет 6 и 1 времена или постоянные правильный ответ постоянная разница 5 миллионов временной здесь нет многие говорят как нет первый квартал второй пересчитаем пересмотрим все равно это постоянная разница мы оптимисты надежда умирает последний надежда осталась то есть смотрите вероятность что не оплатят есть и мы ее считаем но надежда умирает последний и мы ждем что оплатят давайте подумаем что будет если оплатят ну допустим покупатель заплатил все 6 миллионов как будет проводка звучать получены деньги на расчетный счет от покупателя дебет 51 кредит 62 верно что будет грех если я оставлю расходы это завышение расходов скажет налоговая я должен что сделать обратную проводку в доходы кредит 91 1 6 миллионов и 1 налоговым а 63 что сделать дебет 63 второй вопрос это оптимистический прогноз они заплатили а если они не готовы платить то есть не было 51 62 нету 63 91 три года прошло что делать дебет 63 кредит 62 за счет резерва сформированного гасим сомнительный долг и многие задают вопрос многие задают вопрос да максим это расходы вы правы многие задают вопрос 10 процентов от чего здесь написано от выручки за отчетный период но есть 2017 года у вас право если отчетный период не полный а вы помните налог на прибыль 25 главу налоговым периодом является год отчетным квартал каждый квартал а налоговый один год а год у нас Российская Федерация с какой даты начинается по 31 декабря верно и получается если если год а налоговый говорит внимание если вы смотрите первый квартал полугодие или 9 месяцев то это же не полный налоговый период это не полный год сегодня только закончился первый квартал 18 года он закончился совсем недавно но мы еще не сдавали отчетность за первый квартал или собираемся скоро сдавать если год только что закончился внимание закончился 17 год и первый квартал 18 я имею право брать 10 процентов в неполном году от прошлого 2017 года это бонус я считаю это бонус от государства то есть еще раз 10 процентов от выручки за отчетный период имеется ввиду от какой или за этот же первый квартал или за прошлый год Дарья вы что выберете если в прошлом году была выручка 100 тысяч а в этом первом квартале 100 миллионов да потому что от 100 миллионов 10 процентов это 10 миллионов а если наоборот в первом квартале 2 миллиона а по итогам прошлого года 80 миллионов тогда по итогам года то есть когда государство дает право выбора оно дает вам Намекаю на что? Берите тот показатель, который больше. Но если 2018 год закончился, и я рассматриваю отчетный период год по итогам всех 12 месяцев, я имею право брать 2017 год? Нет. 10% только от 2018. То есть пока сделаете декларацию за первый квартал, за полугодие, за 9 месяцев, вы нормируете 10% от выгодной величины. Может быть, что в первом квартале было меньше, чем в 2017 году, и мы нормировали от какой величины? 2017 год. Но уже по итогам полугодия стало больше, чем в 2017. Тогда от какой будем брать? За полугодие. Ну, уже и дальше некуда деваться. За 9 месяцев тоже есть по итогам текущего года. И за год 2018 тоже по итогам текущего года. Давайте посмотрим примерчик. То есть если по итогам квартала первого выручка составила 2,6 миллиона рублей. При этом у компании накопились сомнительные долги на 320 тысяч с просрочкой 121 и на 59 тысяч с просрочкой 73 дня. Давайте думать. 121 день. Это больше, чем 90? Тогда мы возьмем все 320 тысяч долга. А второй долг всего лишь 73 дня. 50 процентов от суммы 59. Это сколько? 29 500. Ну, я 30 напополам. 60 напополам 29. 30 и 29 500. То есть 29 с половиной тысяч. Но у меня есть еще ограничение. Не более, чем... Сколько? То есть если у вас всего получилось 349 500, рано радоваться. Надо проверить критерий. Не более 10 процентов от выручки. Известно, что фирма новая. В прошлом году она не работала. Соответственно, мы берем только текущий год. Правильно? А если был прошлый год, но там была выручка всего миллиончик, то я какой период возьму? Квартал 2 миллиона 600? Или прошлый квартал, прошлый год возьму 100 тысяч или миллион? Конечно, текущий квартал. Я буду смотреть, где больше. Там, где больше, там и мы. Правильно? И получается, 10 процентов от 260 тысяч, это сколько? 260 рублей. То есть это 260 рублей. Сколько можем максимум в декларации за первый квартал по налогу на прибыль заявить резерву по сомнительным долгам? Если максимум 10 процентов, это 260. А мы насчитали 349. Сколько можем взять? 260 и не больше. По лимиту. Я могу хоть все долги считать сомнительными, но только могу взять не больше, чем 260. Верно? Венера, понимаем, откуда 260? То есть, смотрите, у нас выручка 2 миллиона 600. А мы можем взять не больше, чем 10 процентов. То есть 260 тысяч. А у нас было два долга сомнительных. 320 тысяч, больше 90 дней и 59 тысяч. Но здесь мы взяли 50 процентов. То есть одну вторую. Всего вышло 349 с половиной тысяч рублей. А если долг 349 500, сомнительный, но у вас выручка-то маленькая, верно налоговая вас ущемляет? Она говорит, кто вам виноват. Продавайте на 100 миллионов. А со 100 миллионов сколько 10 процентов? 10 миллионов. Тогда мы бы взяли весь долг. Правильно? 349 сомнительные 5. Но раз у вас выручка была всего 2 миллиона 600, то вы можете взять всего 260 тысяч рублей. Со временем величина резерва может меняться. Но в течение отчетного периода мы его корректируем. Еще раз. Это постоянная разница будет между бухгалтерским и налоговым. Если в бухгалтерском будет по-другому рассчитываться. Но всегда подлежит корректировке в течение года. Почему? Потому что величина резерва в текущем периоде минус в предыдущем, плюс долги, которые стали безнадежными и были списаны в текущем, плюс новые долги. Если корректировка окажется больше нуля, то резерв надо увеличить. Ну, например, по итогам полугодия просрочка второго долга превысила 90 дней. Прошло полугодие. Второй долг, который был всего лишь 50 дней, стал уже больше, чем 90 дней. А раз больше, чем 90, то мы должны взять все 320, которые брали, плюс 59. Не 29 500, а уже 59. Это 379. Предполагаем, что выручка безнадежная за полугодие составила 4 миллиона рублей. Если 4 миллиона, то максимум 10% это сколько? А 400 больше ли, чем 379? Тогда мы сколько можем взять фактически? Только 379. То есть еще раз, норма для того, чтобы ее не превысить. Но если по факту окажется меньше, чем норма, мы берем 379 в величину резерва. Но стоп. Мне кажется, мы в первом квартале уже сформировали 260. Если я делал проводку 91.2, кредит 63 на сумму 260, я сейчас считаю, что бухгалтерские налоговые одинаковые. Если я делал проводку на 260, то верно, что мне нужно скорректировать, добавив... Далее. Добавив еще 100 с чем-то тысяч. Давайте посчитаем. 379 минус 260, 119 тысяч. Так как в течение этого периода ни один долг не был безнадежным, то именно эту сумму я допишу проводкой. Дебет 91.2, кредит 63 на 119 тысяч. В бухгалтерском учете вы помните, что компания может и обязана создавать резервы. Однако, разный учет под любую сомнительную и в ограничениях в размерах нет. Поэтому, если окажется больше, чем налоговая, возникает постоянная разница, которую вы отразите в бухгалтерском учете. Чтобы четко понять, как отражаются постоянные разницы, я вас приглашаю на семинар, который состоится 30 апреля у нас в нашем комплексе. Приходите к Иванову Валерию Георгиевичу, семинар. Всего 4 шпаргалки, и вы будете знать все разницы. Постоянные разницы. ПНО, ПНА рождают. Временные разницы. Вычитаемые. Налагооблагаемые. То есть, все изучим. И это будет совсем скоро. Вычитаемые временные разницы будут рождать ОНА отложенные налоговые активы. Налагооблагаемые временные разницы будут рождать ОНА. Но, а почему и как отражается это в учете, мы узнаем на курсе «Учет по ПБУ-18.02», семинар практически. Поэтому всех приглашаем на наши курсы в Центре компьютерного обучения «Специалист». Мы вас ждем. Если есть вопросы, задайте вопросы. Максим спрашивает, правильно ли он понимает, что в следующем квартале, если увеличится выручка, мы сможем дорезервировать. Верно, Максим, вы правильно понимаете. Мы можем дорезервировать разницу, которая не была учтена ранее. Какой еще раз вопрос? Генерал. Когда формируем резерв проводки. То есть, смотрите, мы когда формируем проводки, мы формируем резерв и в бухгалтерском, и в налоговом. Верно? То есть, на какие суммы? Ну, условно, 100 рублей и 60 рублей. В налоговом учете возникает 40 рублей разница. То есть, в бухгалтерском учете возникает разница между налоговыми. В налоговом он признает, сколько признает, и все. В следующем периоде мы можем доформировать резерв. Ну, допустим, я в бухгалтерском учете уже сформировал его и не хочу пересматривать. А в налоговом я хочу доформировать по правилам налогового кодекса. Я сделаю точно такую же проводку, где в бухгалтерском 0, а в налоговом еще 60. То есть, у вас в бухгалтерском возникнет, ну или в данном случае, если 0,60, то здесь будет минус 60. А минус 60 и 40 даст нам минус 20. Ну, вопрос я не понял, Венера. По поводу, как будет использоваться резерв или что? Как будет использоваться? Да, то есть, смотрите, если мы говорим о том, что у нас есть расход в виде резервопосредительных долгам, в бухгалтерском налоговом, и потом нам оплатили покупатели, дебет 51, кредит 62, мы получили всю сумму, которую нам были должны, например, 120 тысяч рублей. Я 120 тысяч признаю как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. Но я же уже сформировал резерв в бухгалтерском учете на 100 рублей, и я должен этот резерв погасить в доходы дебет 63, кредит 91,1, прочие доходы. На сумму, внимание, резерв был сформирован в бухгалтерском учете не на 120, а только на 100, на сумму 100 рублей. А вы помните, что покупатель нам был должен 120? То есть, мы ему когда-то продавали на 120 рублей, брутто, грязный. Долг всегда грязный с НДС, в том числе НДС. Нам показалось, что они заплатят на какой-то процент. Может быть такое, что есть вероятность, что заплатят. И мы решили, 5 шестых вероятность, что заплатят. А 1 шестая, что не заплатят. Наоборот, 5 шестых не заплатят, 1 шестая заплатят. 5 шестых 100 тысяч мы сформировали резерв. А 1 шестую оставили на то, что могут не доплатить. Или заплатят. Они заплатили все 120. Я должен признать дефолт, что я ошибался. И это нормально. Бухгалтер может в своих оценочных суждениях ошибаться. Он обязан формировать резерв в двух учетах, но он может ошибаться. Правильно? Одно дело формировать, а другое дело ошибаться. Мы-то формировали, формировали, нас не осуждают. Но то, что мы не рассчитали и ошиблись, бог с ними. Нам разрешают и дают право компенсировать в доходы тот резерв, который мы заранее ошибочно сформировали. Почему ошибочно? Я же суждения свои формировал, да, но оказалось, я не истовидящий. Венера, нужно прикрываться в чем? В истовидении. И если бы мы были уверены, что заплатят, могли бы и не формировать резерв, тогда мне пришлось бы показывать доход. Если показали расход, показываем доход. А если мы не показывали резерв, то ничего не надо делать. Теперь второй вопрос. В налоговом что показать? Если мы в налоговом сформировали резерв, два раза по 60. 120 восстановить доходы. Видим? Вы восстановите в бухучитель доход только 100, а в налоговом 120. Почему возникают разницы? А это мы ответим на курсе пробу 1802. То есть разницы возникают, потому что муж и жена в одной семье разные личности. По-разному смотрят на мир. По-разному формируют суждения оценочные. Проблема возникает, когда один бухгалтер в одном лице обязан по-разному смотреть на этот мир. Тогда раздвоение личности получается, правильно? Некая шизофрения. Но в таких условиях мы должны вести учет. Если только 100, не бывает. Почему 100? Потому что у бухгалтера оценочное осуждение на 5 шестых, я кидаю кости и говорю, 5 шестых даю руку на отсечение, что они не заплатят. Но 1 шестая все-таки во мне гласит, а вдруг заплатят. И поэтому 5 шестых от 120 я посчитал, это 100. Вы скажете, где это вы прописаны? А я же в бухгалтере могу как угодно прописать, исходя из каких угодно критериев, свое чутье приказом руководителя могу каждый раз утверждать. То есть вы делаете, что я делаю на статусе. Да, и вы это утвердили, константы. Они должны 120, а мы сделали только на 100. Это в бухучете. А в налоговом мы берем половину 60, когда прошло 45 дней, и вторую половину, когда прошло 90 дней. Налоговый кодекс говорит только половинки, 50 и 50, или ничего. Половину от чего еще раз? От того, что должен. От 120. 60 плюс 60, это сколько? 120. Прошло 45 дней, мы 60. Да, от НДС, Нэй. Тоже с НДС. И в налоговом тоже с НДС. Долг, это дебиторка. Нет, это 10% от всей выручки. Не больше, чем 10% от всей выручки. А вся выручка компании могла ли быть там? От всей выручки. Да, от всей выручки компании. Ну, может, я не брал здесь показатель еще выручки и не нормировал отдельно, но теоретически у меня может быть разница. То есть теоретически могла ли быть выручка 600 тысяч? Могла? То есть выручка могла быть 600 тысяч, поэтому ровно 60 рублей. И так совпало, что ровно 600 тысяч, ровно 60 рублей. И у меня ровно половинка тоже 60. Теперь мы берем 10% от всей выручки компании, которая отдельно заработана. Нормирование берем 10%. Какую хотим. В бухучете какую хотим. В налоговом учете от конкретного поставщика. Но не больше, чем 100% в бухучете. В бухучете можно и 90, и 95, и 80, и 60, и 70, и 20, и 30%. В налоговом строго 50, и 100. То есть, смотрите, от долга. В налоговом учете строго от долга. А 10% от всей выручки. И здесь ключевое. От долга. От долга с НДС, Который озвучен покупателю с НДС. А от выручки без НДС. Отметьте эту мысль. 100% от долга с НДС. Покупателю озвученного. И 10% от без НДС. От долга с НДС. От долга с НДС. А выручку берем всю, без НДС мы. Долга с НДС. Без НДС. То есть, лимит 10% от долга с НДС всей компании без НДС. Долга с НДС. 10%? Да. Вот это все нюансы. Значит, еще нюанс, что резерв желательно формировать в бухучете ежемесячно. Но можете и реже в течение года в налоговом учете помните, что если вы не сформируете резерв, налоговый будет вам просто рада и счастлива. И если вас осенит сформировать его, Дарья, только в конце года. Такое может быть? Все в конце года. Только помните, налоговые инспекторы вас будут бодать и судиться с вами, если вы не прописали в учетной политике право на резервы. Хотя, это незаконно с их стороны. Все обязательства по закону я не прописываю в учетной политике. Я их должен. И все права, которые есть по закону, я не должен прописывать в учетной политике. Они есть от природы, от закона. Но налоговики бодаются. Поэтому пропишите все права, которые есть в налоговом кодексе, что вы их хотите применять. А будете ли, это уже ваше дело. Это и в учете, и в налоговом кодексе. Да, в каждой учетной политике пропишите. Но помните, право на то оно и право. Хочу применяю, хочу нет. Но налоговики говорят, о, вы не прописали в учетной политике, а в конце года сформировали. Но нельзя. Это незаконно с их стороны. Налоговый кодекс дает права и обязанности. Раз обязанности я не прописываю в учетной политике, но все равно их должен, то и права, не прописывая, могу брать и учитывать. Но лучше пропишите. Всем спасибо. До свидания.